К счастью, у Василия не было предела, когда на пятый день отдыха в Турции он узнал, что здесь есть море. Можно на тебя положиться? Если честно, даже облокачиваться не советую. Это просто новый уровень какой-то. Мама попросила брата пропылесосить в комнате. Он включил на ютубе звук пылесоса и продолжил лежать на кровати. Посоветуй, что купить жене на день рождения. А не проще ли спросить у нее самой? Нет, таких денег у меня нет. Ну, не приживается у нас асфальт. Отвергает его земля русская. Звонок по телефону. Трубку поднимает муж из трубки голос. Привет, Рогатый. Позови жену. Но он закатывает скандал. Жена его успокаивает. Мол, ошиблись номером и так далее. На следующий день опять звонок. Привет, Рогатый. Да ты еще и ябеда. Утром надо быть особенно осторожным. Одно неловкое движение, и ты снова спишь. Включил телек. Все каналы пролистал. Ни утиных историй, ни черного плаща. Да ну что за фигня. Семен Маркович. А вот вы знаете, что у царя Соломона было девятьсот жен. Интересно, и чем он их кормил? Меня таки больше интересует сам-то он. Успевал кушать. Слышь, Петровна, вот пишут, что мудрая еврейская жена, когда муж едет в командировку, незаметно кладет ему в карман презерватив. А ты бы положила? Конечно, Степанна. Только перцем бы смазала.